Без прелюдий и лишних слов мы приступаем к перебору самых полезных горячих клавиш в Excel, которые опробованы на версии Office 365 2021 года на Windows 10. Как быстро летит время? В этом ролике мы рассмотрим только горячие клавиши, а интересные трюки освоим уже в другом видео, попросту, чтобы не запутаться. Начинаем. Ctrl F1 скрывает и показывает ленту. Кстати, буду говорить без акцента, чтобы всем было понятно. Shift F3 выводит мастер функций. Зажатый Alt подсветит все горячие клавиши для переключения по командам Excel на различных вкладках. Фишка пригодится любителям работать с клавиатурой и настоящим маньяком, так как вам придется запоминать множество связок клавиш. Только задумайтесь. Alt, Y, O. Alt плюс Y плюс O, чтобы включить сортировку. Сортировку, Карл. Ну ладно. Ctrl O открывает новый файл. Ctrl S сохраняет файл. Ctrl N быстро создает новую книгу. F12 может сохранить как? Внимание владельцам ноутбуков. Кнопки F1, F2, F3 и так далее могут работать только с одновременно зажатой клавишей Function Fn. Ищите ее у себя на клавиатуре. Ну а мы едем дальше. Ctrl Плюс позволяет быстро создать новый столбец или строку. Важное замечание. Будет работать только клавиша Плюс с числовой панели клавиатуры. Она еще называется NumPet. Ctrl минус в свою очередь может быстро убивать столбцы или строки. Через Ctrl Z вы можете отменить любое действие сколько угодно раз. А Ctrl Y снова промотает время вперед. Связка Ctrl C нужна для копирования. Ctrl X для вырезания. А Ctrl V для вставки. Специальная вставка после копирования вызывается через сочетание Ctrl Alt V. Нажатие на F2 помогает поставить каретку в конце ячейки. Комбинация Shift F2 нужна для того, чтобы создавать и редактировать примечания к ячейке. Теперь поработаем с таблицами. Ctrl A по-умному выделяет всю таблицу, только нужно заранее кликнуть по любой ячейке в ней. Ctrl 1 вызывает формат ячейки. Через Ctrl F3 вызывается диспетчер имен. Проще и быстрее всего задать имя диапазона, выделив данные и прописав название в левом верхнем углу. Потом можете проверить результат в диспетчере имен. Нажатием Ctrl R вы заполняете вправо выделенный диапазон из первой ячейки. Чтобы заполнить выделенный диапазон вниз, используйте уже Ctrl D. Комбинация Ctrl H нужна для поиска и замены. Если вы зажимаете Ctrl и нажимаете на стрелки клавиатуры, то вас будет перемещать по границам диапазона данных. Заметьте, только перемещать. Для выделения ячеек добавьте сюда еще и Shift, то есть получится Shift, Ctrl и стрелки на клавиатуре. Ctrl End переходит к последней ячейке листа. Ctrl Shift End выделяет все до последней ячейки листа. Через Ctrl PageUp или PageDown удобно переключаться между листами. Ctrl пробел выделяет весь столбец, в то время как Shift пробел выделяет строку. Чтобы вбить формулу и автоматически протянуть ее по столбцу, нужно сначала выделить диапазон, нажать равно, ввести формулу и завершить операцию нажатием Ctrl Enter. Alt Shift и стрелочки вправо-влево занимаются группировкой или разгруппировкой столбцов и строк. Если хотите быстро вставить пустой лист, используйте Shift F11. Нажатие F4 быстро превращает относительные ссылки в абсолютную, ну то есть добавляет доллары, если по-русски. Вы можете несколько раз нажимать F4, чтобы фиксировать столбец, строку и столбец, только строку, либо вообще убирать абсолютные ссылки. Сочетание Alt равно быстро считает автосумму ближайшего диапазона. Можете использовать этот трюк как по вертикали, так и по горизонтали. Ctrl T позволяет вам превратить обычный диапазон данных в умную таблицу, а не только раскрасить ее. Про умные таблицы мы сделаем отдельное видео и там разберем все кунштюки. Чтобы добавить гиперссылку, достаточно нажать Ctrl K. Нужно пересчитать формулу на текущем листе, используйте Shift F9. Если речь идет обо всей книге, то просто нажимайте F9. Для быстрого переключения между открытыми книгами используйте Ctrl Tab. Чтобы напечатать книгу, нажимайте Ctrl P. Пожалуй, на этом все. Если у вас есть какие-нибудь фирменные сочетания клавиш, напишите, пожалуйста, про них в комментариях. Спасибо и удачи!